Здравствуйте, дорогие слушатели! Хочу сказать, что несмотря на то, что моя семья находится далеко от Казахстана уже многие годы, мы, как большинство казахстанцев, тяжело переживаем расстрел мирных граждан, которые погибли по приказу президента Такаева. В настоящее время мы внимательно следим за творимыми властью, репрессиями и беззаконием. Всей душой и сердцем мы вместе с соотечественниками переживаем эти трагические события, которые происходят и сегодня на нашей родине. Сегодня я хочу посвятить свое видео теме, которая очень близка мне, давно меня волнует. И вижу, что актуальность в 2022 году созрела. Гражданское общество готово к реформам. Гражданское общество Казахстана просит от власти, от правительства, от президента Казахстана провести нужные для народа и полезные для народа реформы. Поэтому я начну постепенно рассказывать о той реформе, которую я хотела провести в 1994-1995 годах. И она остается актуальной сегодня. Поэтому я начну с этого. Тема такая. Провести реформу, принять новый закон, закрыть бюджетное финансирование телевидению, радио, печатным интернет, средствам массовой информации. Значит, в последние годы гражданское общество Казахстана стало активно требовать от правительства Казахстана проведения социальных реформ, о чем я уже сказала выше. Изменение структуры государственного управления. Особенно остро стал вопрос о существующих запретах на свободу слова. В Казахстане практически не осталось свободной прессы. Поэтому я ранее планировала еще в начале, с первых дней Нового года, начать шаг за шагом рассказывать о подготовленной мной реформе в 1994 году в гостили радио Казахской ССР. Кто вмешался и почему не удалось провести реформу, расскажу о известных и неизвестных до сегодняшнего момента для общества фактах, о причинах, по которым все средства массовой информации Республики Казахстан оказались подконтрольными государственной власти, то есть правящему клану Назарбаева. Долго думала, с чего начать, какого сценария придерживаться, но потом решила, что лучшим сценарием, можно сказать так, сценарным планом будет простое повествование о людях, событиях тех лет. В результате рассказанной мною максимально правдивой и одновременно, конечно же, субъективной истории каждый слушатель сформулирует свое отношение и получит или не получит вот это ощущение правды, которое я хочу донести до вас. В финальных видео планирую рассказать о мероприятиях, которые в случае падения режима Назарбаева и его ставленника Такаева, на мой взгляд, обязательно следует провести, чтобы реформировать информационный сектор экономики Казахстана, чтобы средства массовой информации были дистанцированы от политической власти, оставались независимыми и служили народу Казахстана. Итак, говоря о ситуации со свободой слова в Казахстане, следует отметить, что давление на СМИ нарастало год от года в свете политического курса первого президента Казахстана. Процесс выдавливания независимых средств массовой информации начался в 1995 году и при втором президенте Такаеве давление на средства массовой информации достигло кульминационной фазы. В январе 2022 года во время мирных митингов и силовых методов их подавления были отключены сотовая связь, интернет, арестованные и заключены в тюрьмы журналисты, правозащитники и блогеры. Если вспомнить начало 90-х годов, когда Казахстан обрел государственную независимость вследствие распада Советского Союза, я оцениваю эти годы как короткий период оттепели. В 1993 году я лично стала задумываться о необходимости глубокого реформирования государственных средств массовой информации Казахстана. В советские годы после декабрьских событий в 1986 году я стала работать в гостеле радио Казахской ССР в качестве ассистента режиссера. А после объявления президентом Казахстана курса на рыночную экономику в 1990 году ушла по собственному желанию и зарегистрировала первую частную телекомпанию ТАН. Это произошло в декабре 1990 года. К тому времени я уже хорошо осознала большинство кризисных моментов, имеющих место в идеологии или, вернее сказать, в ее отсутствие. Что было очень важно для молодого государства Казахстан, которое объявило курс на демократизацию, рыночную экономику, крайне важно было выработать новую национальную идеологию независимого Казахстана. Так думала я. Основным принципом, основным принципом идеологии, на мой взгляд, должно было стать просвещение, знание национальной истории, культуры, воспитание здорового патриотизма и физически здоровой нации, высоко духовной при этом. Необходимо было обеспечить для этого эффективная и объективная информированность и образование для граждан Казахстана, чтобы помочь народу адаптироваться к произошедшим экономическим и политическим изменениям в государстве. Ведь народ растерялся. Не все имели экономическое образование и высшее учебное образование. И многие организации, ведомства прекратили свое существование. И вот тогда появились рынки, которые давали народу возможность заработать себе, можно сказать, на хлеб. В 1994 году я подготовила ряд докладов, статей о важности срочности проведения реформ в медийной сфере, которая на начальном этапе была поддержана президентом Назарбаевым в 1994 году. Но впоследствии, в 1995 году он взял курс на личный контроль средств массовой информации, приватизировал всю материально-техническую базу гостелерадио Казахской ССР скрытно, это была непрозрачная приватизация, в интересах своего семейного клана, которое, в принципе, гостелерадио Казахской ССР, оно немного ранее до приватизации было реорганизовано в Республиканскую корпорацию телевидения и радио Казахстана РКТРК. В своих видеопередачах я буду шаг за шагом рассказывать о сложившейся на тот момент ситуации в сфере национального телерадиовещания, анализировать корни проблем и предоставлю собственную точку зрения на направление реформирования отрасли, имеющие важное политико-экономическое значение для всего гражданского общества. И что важно, особо хочу подчеркнуть, что реформу в средствах массовой информации ЦЭХ в 1994-1995 годах не удалось провести по причине в большей степени человеческого фактора и не только членов правительства, а также позиции самих журналистов. Считаю для себя принципиально важным рассказать молодому поколению, которое вряд ли знает, что происходило в 90-х годах о положении дел в средствах массовой информации Казахстана. В связи с чем, думаю, что мои видео-рассказы будут похожи на лекции и истории развития медиарынка Республики Казахстан в период становления и развития ее независимости. Ряд причин объективного и субъективного характера не позволили мне в 1994 году и в первой декаде 1995 года, будучи в должности президента РК ТРК, реализовать проект реформирования национального телевидения и радио Казахстана. Но когда я покидала пост, у меня была уверенность, что рано или поздно гражданское общество придет к пониманию важности создания общественного телевидения и радио, свободного от политической идеологии. В качестве рекламы хочу объявить, что в последующих видео я буду приподнимать занавес известных мне секретов. К сожалению, многие свидетели ушли уже в мир иной, а другие хранят верность Назарбаеву или просто выжидают, как говорится, лучших времен. Так что следите за выходом моих видео постов. Приведу цитату Джимми Картера. «Телевидение – это пульс демократии, это возможность самому народу оценивать деятельность правительства». Мало кто помнит, что Джимми Картер, 39-й президент США, в 1994 году он с супругой посетил город Алматы, в то время столицу Казахстана. В соответствии протоколу экс-президента США и одновременно учредителя Картер-центра для Джимми Картера был устроен прием с общественностью и представителями казахстанских средств массовой информации. У меня на моем сайте выставлены фотографии, где я присутствую на этом приеме в качестве президента телекомпании ТАН. Подчеркивая это, я хочу сказать, что годом раньше, в 1993 году, по приглашению CNN и Картер-центра, я уже успела принять участие во всемирной конференции CNN в городе «Атланта» по активному обмену идеями, методикой и технологиями, где выступила с докладом положение средств массовой информации и возможности отношения о интернационализме, присущем народу Казахстана. К тому времени я понимала, что для молодого государства Казахстан важно интегрироваться во всемирную телерадиовещательную сеть. Мне было интересно принимать участие в подобных конференциях, ну как профессионалу. К тому же в начале 90-х годов в профессиональном международном сообществе был интерес к республикам бывшего Советского Союза. Были программы, содействующие интеграции в глобальную сеть. Но власти Назарбаева это было неинтересно. У большинства членов правительства присутствовали в лучшем случае собственные цеховые интересы. То есть каждое министерство преследовало сугубо свои профессиональные или отраслевые интересы. Назначаемый премьер-министр, даже если бы он захотел, не смог бы организовать работу своего кабинета как единый оркестр, потому что президент Назарбаев применял личную тактику, о которой всем известно, разделяй и властвуй. В его царстве-государстве царил дух интриганства и подковерных игр. Участие в различных конференциях, рабочие визиты и дискуссии с коллегами ведущих общественных телерадиокорпораций развитых стран, как CNN, BBC, CDF, информационных агентств Великобритании, Reuters, Австрии, АПА, Малайзии, Бернамо, итальянских телеканалов, в качестве руководителя первой в Казахстане частной телекомпании ТАН, все это дало мне понимание, какими должны быть средства массовой информации развитого демократического государства. К сожалению, в начале 90-х наше общество, правительство, парламент и сами сотрудники различных средств массовой информации не были готовы к вступлению в мировую информационную сеть. Мало того, не были готовы принимать информационную поддержку от развитых демократических государств. По разным причинам это можно говорить отдельно. Готовясь к записи этого видео, я обратила внимание на статью, где в качестве великих достижений говорится, зачитываю цитату от 17 июня 2013 года. АО «Республиканская телерадиокорпорация Казахстан» вошла в Ассоциацию международных телерадиовещателей Association for International Broadcasting, в составе которой более 50 крупных международных и национальных телерадиовещателей, включая BBC World, Al Jazeera, Bloomberg, Евроспорт, France 24, Russia Today, Deutsche Welle и другие известные авторитетные электронные средства массовой информации. То есть понадобилось почти 20 лет, чтобы наконец-то понять и сделать то, что можно было и надо было сделать с первых годов обретения независимости Казахстана. Таким образом, в начале 90-х я активно изучала опыт телерадиовещателей за рубежом по приглашению ЮНЕСКО, специализированного департамента Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки, культуры. Приняла дважды участие в конференции для руководителей средств массовой информации, журналистов постсоветских республик в городе Куалампур, в Малайзии, в городе Куалампур, в Малайзии. Все эти встречи, семинары и конференции дали мне как экономисту и к тому моменту специалисту телерадиовещания понять основные принципы, на которых базируются национальные информационные каналы, вещательные станции различных демократических государств. Все это я перечисляю с единственной целью, чтобы вызвать, естественно, доверие к излагаемым мною фактам, событиям, с которыми мне пришлось сталкиваться в разные годы. Резюмируя, хочу обратить внимание на важный момент. После распада Советского Союза и обретения Республикой Казахстан государственного суверенитета, на мой взгляд, первоочередной задачей являлась необходимость реформировать гость телерадио Казахской ССР, которая по инерции продолжала за счет, здесь обращаю ваше внимание, за счет собственного бюджета Казахстан транслировал на своей суверенной территории вещания иностранного государства. В то время были ограничены возможности передачи телерадиосигналов через дорогие российские спутники, через которые транслировалось в то время российское вещание. В основном телерадиосигналы передавались по наземной сети, чтобы имели представление от столба к столбу. Это было очень затратным удовольствием для страны, находящейся в экономическом кризисе. Территория Казахстана, как мы все знаем, огромна, но не во всех населенных пунктах было телевидение в 90-х годах. Приведу цифры, показывающие существующие перекосы в объемах вещания и языках вещания. На казахском языке программ было значительно меньше. Это цифры на середину 90-х годов. Охват населения телевидения в процентах. Республиканским телевидением 91,6%. Это первым каналом. Вторым республиканским каналом 26,8%. Останкино 96,5%. РТР 75,4%. Очевидный перекос и в охвате территории вещания в пользу российских каналов, и с точки зрения объемов программ, подготовленных телевидением и радиом, имелась большая диспропорция языковая. С удивлением, вот в настоящее уже время я узнала, что ситуация в некоторых районах Казахстана осталась прежней. Еще раз подчеркиваю, что затраты на содержание и услуги, связи на телевидение и радио по объему финансирования составляли в то время десятую часть всего республиканского бюджета. Это огромная сумма. В то время, если было бы правильно проведена предлагаемая мной реформа, этот объем финансирования, от этого объема финансирования республиканской корпорации телевидения и радио можно было освободить ее, так как я предлагала механизм самофинансирования, который не был никому интересен. И предлагала направить освободившиеся бюджетные средства, 10% от доли государственного бюджета, направить на социальные проекты. В 1994 году в правительстве еще были грамотные и здравомыслящие министры. Одним из таких был министр финансов Иркешбай Дербисов. Он сразу понял, экономическую составляющую реформу и работу двух министерств, Министерства финансов Иркад и Иркад, без проблем началась. Но в октябре 1994 года он был освобожден на занимаемые должности. В то же время министром экономики в тот период был Марс Уркумбаев, ректор Джамбульского гидромиллеративно-строительного института. Очень грамотный специалист, очень энергичный. Он тоже сразу же понял предлагаемый экономический эффект от реформы, если бы она была проведена. Его тоже, значит, все знают его историю, не буду останавливаться, он был освобожден от занимаемой должности. Далее все стало проблематичнее. Работа была приостановлена, потому что министром финансов был назначен Александр Павлов, ранее работавший заместителем главы Павлодарской областной администрации. По моему субъективному мнению, на тот момент не способный оценивать и принимать масштабы решений государственного значения, потому что он был совершенно новым человеком в Алматы на уровне республики. Не буду отступать. Здесь важно отметить, что его назначение связывали с приходом в правительство Акижана Кашгельдина. О редких рабочих встречах с Павловым и Кашгельдиным, которые курировали вопросы реформы средств массовой информации, я расскажу в следующих видео. Вернусь к экономическим аспектам вопроса. В начале 90-х годов в Советском Союзе затраты на содержание телевидения и радио в государственном бюджете закладывались в стоимость телевизоров, радиоприемников и прочей телерадиотехнического оборудования. С распадом Советского Союза все основные производственные предприятия остались в Прибалтийских республиках, в России, возможно, в Украине. Как всем известно, Казахстан в советские годы рассматривался как сырьевой предаток Советскому Союзу. Поэтому отсутствовали высокотехнические наукоемкие производства. Все оборудование для телевидения радио надо было импортировать. Таким образом, для Казахстана 10% государственного бюджета являлись невоспроизводимыми затратами, то есть убыточными. После распада бюджета у Казахстана, Казахстан, как независимое государство, стал формировать собственный национальный бюджет, а затраты на содержание министерств и ведомств остались как бы в статье затрат прежними. А доходная часть каких-то на содержание государственных средств массовой информации и соответствующих министерств и ведомств стали заведомо убыточными. То есть это были невоспроизводимыми затратами на содержание. Суть предложенной мной реформы заключалась в решении важных государственных задач для Казахстана. Первое. Обеспечить информационной независимости для народа Казахстана. То есть обеспечить неполитизированной объективной информацией народ Казахстана. Второе. Обеспечить передовой технологической... Как бы вторая задача, зачитаю. Обеспечение передового технологического формата. То есть цифрализация, интернет, что позволило бы интегрироваться в всемирную информационную сеть. То есть наш технический, телевизионный и радио формат, передач и съемочное оборудование, и трансляции, они не соответствовали далеко ушедшему цивилизованному миру. И уже тогда, значит, вот технические были... Значит, мой проект, он имел такую техническую часть. И уже тогда, в середине 90-х годов, можно... Мы начали говорить о сотовой связи и об интернете. И это бы позволило интегрироваться в всемирную информационную сеть на 20 лет раньше, чем, ну, не знаю, как там происходило, уже через 20-25 лет или происходит, или не происходит до сих пор, не в курсе. Позволю себе нескромно заметить, что мной это предлагалось правительству Казахстана в 94-м году. Третье. Снять с государственного бюджета финансирование телерадиовещания. Это сэкономило бы большую долю бюджета для государства. И эти средства можно было бы направить на социалку, что не произошло до настоящего времени. И самое главное, общественное телевидение и радио стало бы гарантом свободы слова в Казахстане. Свобода слова сегодня преследуется в Казахстане силовыми методами. Кто стал могильщиком реформы средств массовой информации в 1995 году, которую я своей командой подготовила и приступила к ее реализации в 1994 году? О этом в деталях я расскажу в следующем видео. Приоткрою неизвестные тайны, назову имена и фамилии тех, кто вольно, возможно невольно, сработал на интересы Дареги и Нурсултана Назарбаевых. В результате действий этих чиновников средства массовой информации Казахстана до настоящего времени остаются подконтрольными власти и тому же семейному клану. А государственные средства массовой информации продолжают финансироваться из государственного бюджета Республики Казахстан. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи, уважаемые слушатели. Спасибо за внимание.